Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня я решила наконец-таки сделать видео о своих последних новинках и покупках. На самом деле их было гораздо больше. Я решила все-таки включить только самое-самое интересное, самое последнее. Потому что многое, что я покупала с момента последнего видео о покупках и новинках, все уже оказалось в разряде пустых баночек. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, начну я, наверное, с самого актуального. Это с ухода на весну. Кто на меня подписан в инстаграм, уже видели, что я перед 8 марта себе сделала небольшой подарок. Купила подарочный набор от марки Пайо. Если вы до сих пор не подписаны на меня в инстаграм, то вы очень много теряете. Поэтому обязательно подпишитесь. Ссылка в описании. Что касается набора, это набор средств двух полноценных продуктов от марки Пайо. Это линейка для молодой кожи, для сияния кожи. Май Пайо Жур. Извините за мой французский. Так или иначе, два продукта из линейки для сияния кожи. Для глаз полноценный продукт 15 мл. И полноценный крем 50 мл для лица. Пока я могу поделиться только самыми первыми впечатлениями. Потом уже сниму полноценный отзыв об уходе. Первое, что хочу отметить, это баночка крема, сделанная из стекла. Мне самой спокойнее, если крем находится именно в стекле. Потому что, как мне кажется, все-таки меньше шансов именно у стекла взаимодействовать с компонентами продукта. Но это, мне кажется, субъективное мнение. Что касается крема для глаз, он сделан в удобной тубе. Его удобно брать с собой куда-то. И также стоит отметить, что он сделан специальными массажными роликами. Что тоже, в принципе, полезно делать массаж. Зоны вокруг глаз разгонять жидкость, улучшать кровообращение. Также данное средство можно хранить в холодильнике. Ролики будут охлаждаться. Это будет дополнительно бонусом к борьбе с отеками и темными кругами под глазами с утра. Использую это средство именно на день. Потому что, как ночной уход, у меня есть еще один крем для глаз, с которым я вас тоже сегодня познакомлю. Оба средства по текстуре очень легкие. Я бы даже сказала, что они более гелеобразны, нежели я хотела. Хотя марка позиционирует оба средства как именно крем. Как крем для глаз, крем для лица. Очень легкие, хорошо впитываются. Оставляют легкую липкость на лице. И дают сразу сияние на лице. Пока это все, что я могу сказать. Очень приятный запах. То есть, все пишут, что запах именно абрикоса. Мне кажется, есть какие-то нонки, даже, может быть, абрикосово-бананового пюре. Что-то такое очень сладкое, ненавязчивое. Все-таки не притомный запах, а именно вот такой натуральный запах фруктов. Очень приятно в использовании. Посмотрим, как именно будет работать линейка на весну. Если вы пробовали данную линейку, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как она вам. Если пробовали на весну, то обязательно поделитесь своими впечатлениями. Также от марки Паю я взяла тоник. Я всегда беру, стараюсь брать продукты одной марки, либо одной линейки, чтобы все как-то друг друга дополняло. Я жертвую рекламой, и я в это верю. А что касается данного тоника, лосьона, как они его называют, здесь 200 мл. У меня он тоже для сияния кожи лица, с экстрактом малины. Очень приятный. Запах у него не малина, а чисто вот такой косметический. Мне нравится его использовать. Я просто его наливаю на руку. Здесь удобный, удобная помпа, дозатор. И сразу использованное лицо, никаких ватных дисков, ничего вот этого я так это не люблю разводить. И что касается данного тоника, вот вроде он так удыхается, как водичка, прям водичка, водичка. Но при этом у средств поверхностное натяжение больше, чем у воды, потому что оно с рук не проливается никуда. То есть вы спокойно наносите на руку, и потом это спокойно распределяете по лицу. С обычной даже цветочной водой такой фокус не удается. Сразу после умывания очень приятно нанести такую вот увлажняющую водичку на лицо. Мне понравилось по первым таким впечатлениям, ощущениям. Что касается еще одного моего уходового продукта для глаз, это марка Леврана. И у меня в принципе уже давно лежат продукты, которые я никак не могу для вас отснять от марки Леврана. Данный крем для глаз для молодой кожи. У них маркировка идет 20+. Что касается марки Леврана, это российская марка. Это марка, которая позиционирует себя как эко-марка, которая подходит для веганов. Также продукция их полностью натуральная. Она не тестируется на животных. И у меня это дополнительный плюсик. Также хочется отметить такую прям очень клевую упаковку. Действительно, она из переработанного сырья, из картона. Внутри крем в такой жестяной тубе. Очень крутая упаковка. Вот мне она как-то так зашла, именно как упаковка такого настоящего, очень органического продукта. Что касается самого крема, очень удобная упаковка, именно сам маленький тюбик. Мне нравится, в принципе, как в будущем я его буду заворачивать и весь до конца крем использую. Ни одна капля крема от меня не убежит. Что касается самого крема, я ожидала, что он будет такой совсем лайтовый для девочек молодых. Но нет, он на самом деле как раз таки у меня был на зиму. И он потрясающе увлажняет, ухаживает за кожей вокруг глаз. На данный момент я использую крем именно как ночной уход, потому что для дня я себе купила другое средство от Пайо. И для вечернего ухода, мне кажется, он вообще идеально подходит, потому что он не дает отеков с утра. Идеальный крем именно для такого хорошего ухода для молодой кожи. Также для Врана у меня есть два продукта для тела. Это прежде всего необычный и достаточный продукт, который я уже до состояния пустой баночки все-таки довела. Но вам я расскажу сегодня о нем. Это гель для депиляции с натуральным составом, который не вызывает раздражения, успокаивает кожу во время бритья, увлажняет ее и делает кожу более мягкой и гладкой. И на самом деле, когда я брала это средство, я не особо поверила в то, что какой-то органический гель будет работать на моей сухой раздражительной коже, да еще и зимой. На самом деле, это идеальная штука. Во-первых, потому что у нее потрясный запах. Это реально крутой запах натуральных апельсинов. Очень круто, мне безумно нравилось. Использую это средство для бритья именно зимой, в новогодний такой сезон, потому что реально поднимает настроение. И помимо этого, здесь натуральный состав, и оно потрясающе ухаживает за кожей. Оно очень хорошо увлажняет кожу. И после бритья вы не чувствуете никакого раздражения на своей коже. У меня кожа прям вот... Для меня бритье это пытка. И это средство делало... Намного сглаживало все неприятные ощущения от процесса. Очень хорошо ухаживало за кожей, увлажняло мою кожу. И очень вам советую, у кого вот действительно чувствительная кожа, и кто особенно любит эко-марки, всем попробуйте именно это средство для бритья. Потому что шикарное средство. У него хороший объем, 200 мл, его хватает надолго. И достаточно низкая цена для такого качества. И последний продукт от Леврана, но я его тоже обожала этой зимой. И мне оно безумно нравится до сих пор. Это антицеллюлитное масло для профилактики целлюлита. Оно также с цитрусовым запахом. Я его использовала не только по прямому назначению, и я его использовала в принципе для массажа, потому что у него потрясающий цитрусовый аромат. Такой сладко-цитрусовый. Классный аромат, который поднимает настроение, который делает вас бодрее, который очень хорошо, благотворно влияет это масло на кожу, делает очень мягко ее. Мне безумно понравилось это средство для массажей. Как именно антицеллюлитное средство, все мы понимаем, что все-таки больше работает именно массаж, нежели какое-то масло. Но так или иначе буду сейчас уже готовиться, так скажем, к пляжному сезону. Хотя у меня этот пляжный сезон прошел две недели назад, когда я прилетела с отпуска. Но сам факт, буду готовиться на лето, буду бороться с целлюлитом. Я надеюсь, я его победю. Далее из таких покупок в ближайших магазинах. У меня рядом есть магазин белорусской косметики. Купила себе на пробу, пока вообще не пробовала, только могу про запах высказаться. Сухой шампунь с экстрактом граната, объем и свежесть. То есть он для тонких ослабленных волос. Мне сказал мой молодой человек, ну ты-то прям вот прямая целевая аудитория с тонкими ослабленными волосами. Я говорю, да, конечно. Итак, он обещает нам моментальный эффект чистых волос. Видимый объем без утяжеления волос. И экстренное приведение в порядок прически. Я на самом деле фанат сухих шампуней. Особенно мне сухие шампуни спасли, так сказать, в жизнь. Когда мне нельзя было после операции мыть голову. А меня навещали каждый день. И мне не хотелось своим видом пугать посетителей, друзей, родных и близких. Поэтому, собственно, штука крутая. Но используйте и в меру. Скажем так, в меру. И все-таки в экстренных случаях. А когда у вас есть возможность реально помыть голову, то лучше ее мыть. Что касается данного средства, именно по эффекту я вам ничего не скажу. Но у многих, когда я потом посмотрела отзывы в интернете на это средство, все писали про жуткий аромат этого средства. Я не сказала бы. То есть обычный такой приятненький аромат чего-то фруктового. Я даже не назвала бы это именно запахом непосредственно граната. Но не знаю. Возможно, если это будет у меня на голове, и я буду запах этот чувствовать целостно, меня тоже достанет. Поэтому, если вы пробовали белорусские сухие шампуни от компании Vitex, то обязательно напишите мне в комментариях, какие у вас впечатления. Потому что отзывы не очень положительные на данное средство. Но я это увидела после покупки, к сожалению. Хотя, наверное, я бы все равно ради интереса, я очень хотела их попробовать. Я бы их все равно купила. И перейдем к трем декоративным продуктам. Точнее, один уходовый продукт, два такие полудекоративных, полууходовых. Первое у меня средство от марки KIKO. Я до сих пор не пробовала, каюсь. И очень хочу в ближайшее время заказать. То есть у меня был уже заказ от KIKO. Просто я отдала карандаш свой для бровей, потому что он мне не подошел по оттенку. Ничего вам про этот карандаш сказать не могу. И перезакажу. И в будущих своих покупках покажу вам карандашик от KIKO. Какой у меня оттенок все-таки подошел. Но двойка и четверка, я не помню, какой из них потемнее. В общем, они у меня оба светлые. И они оба ушли к маме. Поэтому ничего я вам сегодня не расскажу про них. А это у меня Lip Volume. Марка позиционирует это как именно уход, который придает объем. То есть это, в общем, Lip Maximizer только в версии от KIKO. Потрясающая упаковка. Реально очень такая люксовая упаковка. Продукт работает в точности как Lip Maximizer. Просто у него нет именно розового подтона и персикового подтона именно в самом средстве. Я его использую и под помаду. Использую как блеск. Потрясающий продукт, который действительно и ухаживает, и за губами. И он дает объем. И объем, кстати, при постоянном использовании он на губах сохраняется. Я не знаю, как они это делают. Но губы реально, они такие более ухоженные, более увлажненные. Сама кожа губ. И они как будто бы изнутри более наполненные. Потрясающий продукт. Очень советую. Стоит, по-моему, в районе 500 рублей. Но по сравнению с Lip Maximizer работает так же, если не лучше. И при этом стоимость, наверное, в 3-4 раза меньше. Поэтому зачем платить больше? Считаю, что очень крутой продукт. В шикарной упаковке. Прекрасно работает. Всем советую. И также еще один продукт. Я вам уже в своем предыдущем видео рассказывала о своих разочарованиях в отпуске. Это было масло от Yves Saint Laurent Tint & Oil. И вот его полный аналог. Я сказала, что масло от Availant лучше бы я его взяла. А у меня было в наличии. И я очень жалела весь отпуск, что я не взяла именно это масло. Потому что оттенок оно дает более яркий. И оно действительно очень хорошо увлажняет губы. Потрясающий оттенок. Очень хорошо увлажненные губы. И последний продукт на сегодня это мой Estee Lauder Concealer от Estee Lauder. Я взяла в этот раз оттенок 2C Light Medium. Я прогадала немного с оттенком. Потому что в прошлый раз у меня был 1C. И мне он очень нравился. Очень подходил. А этот как будто бы светлее. Я не знаю, как так получается у марки. Либо просто у меня как он окислился что ли от времени. Мне надолго хватает этого консилера. Примерно на год использование. Мне он очень нравится всем. Его всегда. Моим подругам, которые меня спрашивают. Маша, как ты делаешь? Почему у тебя такая подсвеченная красивая область под глазами? Ты спишь, наверное, по 12 часов в день. Ничего не делаешь. И обмазываешься какими-то супер крутыми масочками под глаза. Но нет. Оказывается, я использую всего лишь вот этот консилер. Он реально подсвечивает область под глазами. И кажется, что вы просто, я не знаю, месяц на пухете отдыхали. И у вас очень счастливый и довольный вид. Хотя вы могли вообще просто на вечеринке какое-то до 7 утра отжигать. Крутой консилер. Действительно. И ухаживает за областью вокруг глаз. И подсвечивает ее. Скрывает все синячки, все какие-то несовершенства области. При этом действительно он не сушит. А как-то вот он за счет своей текстуры как будто бы вот увлажняет и разглаживает эту зону. Потрясающий консилер. Конечно, Estee Lauder у них дизайн на высоте. Всегда очень удобно. И большой объем. Продукт называется, не путайте. Это Double Wear Brush and Glow BB Highlighter. Вот. У меня еще раз 2C оттенок. Потрясающий консилер. Всем советую. Так. Это все мои последние новинки, покупки. Я надеюсь, видео для вас было полезным, информативным. Вы для себя нашли какие-то интересные продукты. Если вы что-то из этого пробовали, обязательно пишите мне в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Обязательно подпишитесь на меня. В инстаграм. Там вас я тоже буду очень ждать. Я вам желаю хорошего настроения. Классной косметики. Побольше покупок, чтобы вы этой весной радовали себя покупочками. Классной косметики. И не только косметики. И платья. Вообще, сходите на шопинг, девчонки. Всем желаю шикарного шопинга. Прекрасного настроения. Чтобы у вас на душе уже началась весна. Пели птицы. И всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.